МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире работает канал Теледом и студия в Санкт-Петербурге. Я приветствую всех наших зрителей в 200 городах России, от Сахалина до Калининграда, наших зрителей в Республике Беларусь. Всех, кто смотрит нас по кабельным сетям, кто принимает сигнал со спутника, смотрит нас на айфонах, айпедах, при помощи мобильных приложений, при помощи системы смарт-ТВ, естественно, всех, кто смотрит прямую трансляцию в интернете. Спасибо, что вы с нами. Мы начинаем. Геннадий Сергеевич Орлов, комментатор НТВ+, мастер спорта СССР, заслуженный работник культуры и прочее, прочее, прочее. Руководитель Ассоциации спортивных журналистов Петербурга и заведующий кафедрой футбола в Академии... Но главное не это. Я поздравляю вас прежде всего и всех тех, кто сейчас смотрит этот телеканал. Сегодня большой радостный день в нашем городе. Я ведь в Питер приехал в 66-м году играть в футбол за «Зенит» и здесь остался. Вот это моя такая судьба. Я так полюбил прирост к этому городу, что ни с каким другим его... ни с какой другой не поменяю, ни с каким другим не могу сравнивать. 30-го «Зенит» играет последний матч. Но он уже в ранге чемпиона, это уже футбол. Он за два тура до окончания обеспечил себе золотые медали. И вот этот кубок главный, который ему вручат на стадионе Петровском сразу же по окончании матча. И затем команда, приняв дух, приодевшись в спортивную форму, прокатится на двухэтажном автобусе по Невскому проспекту. И тоже питерцы могут увидеть их, убедиться воочию, какие они, эти наши чемпионы страны. Вот, несомненно, главное событие, наверное, последних дней. Одно из немногих событий, которые всех объединяют. Конечно, да. Это большая, да, слава богу, забыли все о политике. И молодцы городские власти пошли навстречу. И вот еще и 90 лет отметили «Зениту» в понедельник. И тоже там были тысячи болельщиков «Зенита» на стрелке Васильевского острова, зажгли растральные колонны. И подсветка вся была вот здесь, где Эрмитаж, где Дворцовый мост, Кировский мост. И до сих пор еще вся была сине-бело-голубой, цвета «Зенита». И еще флаги висят «Зенитовские». А я вот только что ехал по мосту нашему, этому, Кировскому. И он весь расцвечен этими цветами. То есть, ну, конечно, это большой праздник. И посмотрите, когда в других городах, во всех странах мира, когда подобное происходит, Челси едет по Лондону, Бавария едет по Мюнхену, и народ весь приветствует. Это праздник, это то, что объединяет, вы абсолютно правы. Вот это, как ничто другое, объединяет людей. Пять раз «Зенит» становился чемпионом. Четыре раза в российской истории, один раз в 84-м году в спортивно-концертном комплексе, обыграв в последнем матче «Харьковский металлист». Но я все эти пять репортажей вел по телевидению. То есть, мне повезло, да, я счастливчик. Но, правда, тренеры говорят, что ты фартовый. Тренеры и другие руководители, я не знаю, может, и Алексей Меллер, они, наверняка, советуются с вами о чем-нибудь. Вот есть такое мнение. Если да, то о чем-нибудь. Можете приоткрыть тайну? Ну, не, ну, кстати, ну, вот был момент, когда Киржаков уехал в Севилью, потом был в московском «Динамо», и его не хотели возвращать. Вот клуб как-то, потому что он плохо уходил со скандалом. Ну, я так уговорил Алексея Борисовича, я доводы свои выкладывал, но он, конечно, не только меня слушал, как большие руководители, у них так много советников и прочее, но к моему мнению прислушался. У него есть коронная фраза, он говорит, я вас услышал. И возвратил его, и Киржаков замечательно, он же стал в «Зените» лучшим голеодором России. Он больше всех назабивал голов из всех российских футболистов. Не советских, а российских. А говорят, что к возвращению Аршавина вы причастны. Ну, то же самое, естественно, и Аршавин. Но я за то, конечно, чтобы в «Зените» играли воспитанники Петербурга. Сейчас нас поздравит с Днем города легионер, что называется, Фабио Мастранжево, художественный руководитель петербургского мюзик-холла. Вы считаете уже этот праздник своим? Считаете наш город своим? Абсолютно да, абсолютно да. Я уже 14 лет живу в Санкт-Петербурге. Я очень люблю, конечно, это считаю практически родным городом, так что очень люблю, и это мой праздник в том числе. Затянит, болеете? Как многие знаменитые петербуржцы. Конечно, болею. Я очень рад, что в этом году мы очень заранее уже показали себя такими сильными, что выиграли опять чемпионат, так что я очень рад. То есть вы самый настоящий петербуржец? Абсолютно, 100%. Вас поздравляем и нас в том числе поздравим с Днем рождения города Санкт-Петербурга. Любимый город. Чего ленинградского не хватает в Санкт-Петербурге? Вот чего петербургского не хватало в Ленинграде? Мы, наверное, знаем, продуктов. Нет, ну сейчас-то как раз продуктов хватает. А вот чего ленинградского не хватает? Нет, ну я бы не хотел на каких-то мелочах, деталях, я хочу сказать, все-таки такой красивый, как сейчас Петербург, он таким не был в советское время. И покрасили все фасады, реконструировали очень много в центре города. И сейчас Петербург необыкновенно красив. Необыкновенно красив, это я могу сказать вот просто на своих личных взглядах и в своем личном ощущении. А не хватает все-таки то, о чем мы с вами говорили, душевности. Вот этого ленинградского, понимаете, ой, даже не знаю, как и выразить какими словами, теплого отношения друг к другу. Понимаете, вот ленинградцы, это было же, да, это и блокада, вот, и то, что выжили, это тоже уже было следствием ленинградских взаимоотношений, понимаете. Тогда и помогло это выжить блокаду многим. И после этого как-то все ленинградцы держались, держались ближе. И вот это человеческое от семьи к семье, понимаете. Не надо ждать сверху ни от первого номера, ни от второго каких-то призывов. Самим надо по-человечески друг к другу относиться. Будем считать это вашим праздничным пожеланием в 312-й день рождения Санкт-Петербурга. Я всех поздравляю, вас и ваш телеканал. Молодцы, что сделали этот телемарафон. Я скажу, что это истинный праздник. Вот как Новый год истинный праздник. И это истинный праздник. А все остальные политические придуманы. Чего ленинградского не хватает в Петербурге? Я помню, какой у нас был, да? Пятый канал. Да, ленинградское телевидение было потрясающе. Да, да. Когда работало ленинградское телевидение, в окнах жителей нашей страны никогда не газ свет. Да. Я тоже, наверное, присоединюсь к этому. Это один из тех брендов, знаков, как говорят, символов. В самом деле, ведь ленинградское телевидение очень многое сделало для телевидения России. И те форматы, которые были придуманы ленинградским телевидением, они просто неповторимы. А люди, лица, а голоса, а диктор. Я сегодня Люду увидела. Это человек, который говорит на настоящем ленинградском языке, между прочим. Это ни с чем не сравнимая интонация. Абсолютно чистая стерильная интонация. Знаете, нам часто говорят, что мы холим вот эту ленинградскую идею, ленинградскую миссию. Но это правда, потому что это город с историей, это город с легендой. И все мы носители вот этого духа, этой легенды. Поэтому почему бы не поностальгировать? Сергей. Ну, я считаю, что у дикторов и большинства ведущих ленинградской телевидения речь действительно была безупречной и такой канонической. То есть так, как они говорили, так, собственно, и должны были преподавать детям язык. И то, что творилось в Останкино тогда, это бы ни в какие ворота не лезло. Город еще чем ведь отличался? Город очень много страдал, это город-страдалец. А люди, многострадавшие поколениями, они вырабатывают какую-то такую терпимую интеллигентность, такую терпимость, вот такую очень тонкость какую-то. Это тоже важное наблюдение. Ну, это всегда отличало ленинградцев, например, даже от москвичей. О московских петербуржцах мы еще поговорим. А сейчас у нас, кстати, из Москвы на прямой телефонной связи наш свежеиспеченный московский петербуржец Ольга Бычкова, главный редактор бюро радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. С праздником вас. Считаете этот праздник своим? Да, и вас праздником. Конечно, характерно для такого человека, как я, что вот сегодня я вот сейчас нахожусь в Москве, поэтому говорю с вами по телефону, но обещаю завтра вернуться в Петербург. И обязательно писать пост в Фейсбуке, Оля, потому что я с наслаждением читаю ее посты из Сапсана, например. Ольга, а легко ли было привыкать к Петербургу? Да, я понимаю, вот это вошло в мое сердце, когда я, например, еду в такси, и водитель говорит, какой все-таки у нас красивый город. Или какой-нибудь совершенно случайный человек подходит на улицу и говорит, вы заблудились, вы хотели куда-то пройти, я вам сейчас все объясню, вот вам нужно туда-то и туда-то, куда вы идете. Я вот именно позавчера ночью как-то вот вдруг вот я почувствовала, что это становится моим. На прямой связи со студией канала «Теледом» из Москвы была Ольга Бычкова, главный редактор бюро радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Вот эта соревновательность, она не у Петербурга перед Москвой, а наоборот. Вот задумывались ли когда-то? Я здесь с Олей согласна, вот здесь Питер все-таки самодостаточный город, а Москва, которая, приобретя административные столичные функции, ну, конечно, все-таки в этом плане до петербургской духовности не дошла. Это очевидные вещи совершенно. Поэтому вот эта соревновательность всегда будет. А вы сейчас посмотрите на очереди вот эти полторы квартиры Бродского, вот этот музей. Вы посмотрите, что творится, ни за хлебом, ни за чем, ни к чему. И там стоит народ, он хочет видеть. Не потому, что Петербург особо любит Бродского, потому что такого поэта, как Бродский, нужно именно любить в Петербурге. Мы с вами так часто вспоминали в нашей беседе «Ленинградское телевидение», что будет неправильно маленький кусочек из эфира «Ленинградского телевидения» не показать. Ленин, о котором вы говорили, что к 17-му году он уже стал человеком-грибом. Да, Александр. Он просто стал грибом. Он в лесу собирает грибы. Вот, посмотрите, пожалуйста. Есть такие фрагменты у вас здесь. Вот, сейчас мы посмотрим. Замечательно. Вот идет впереди Сашка, мой внучок, а я за ним, по стёжке. На что специалист по грибам. А и он находит. Я нахожу только в разных местах. Он-то смотрит с аршина, а я с двух. Разница. Очень точно. Очень. Судя по тому, что Ленин действительно потреблял только исключительно галлюциногены, то тут уж не о чем говорить. Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть. И люблю есть. Люблю есть. Я буду ждать каких-то откликов на что? На феномен. Вот такая информационная бомба взорвала ленинградский и всесоюзный тогда еще эфир в 1991 году. Галина Баринова, по-моему. Она заведовала идеологией. И к ней на следующий день после эфира пришла делегация большевиков, пожилых большевиков. И спросила у Галины Бариновой, правда ли, что Ленин гриб. А она им ответила, подумав, нет, неправда. Они ей сказали, что вчера же по телевизору сказали, что он гриб. Она говорит, нет, неправда. Почему неправда? Она подумала и сказала, а потому что млекопитающее не может быть растением. Вы видите, какой был уровень подготовки руководящих кадров, пусть тогда партийных, пусть нынешние. Но это был строго научный подход. Мы с Курехиным ответили статьей в газете «Смена», потому что мы битых два часа доказывали, что грибы – это никакие не растения, что это отдельное царство, совершенно никакого отношения не имеющие ни к фауне, ни к флоре. А что это вообще, тогда мы этих слов еще не знали, но имелось в виду, что это некий вообще космический интернет, потому что грибы шляпками своими, они повернуты к космосу, они черпают этими шляпками, как антеннами, информацию из космоса. И потом грибница, она обменивает. То есть распространять эту информацию среди разными грибами. Это абсолютно питерская история, петербургская такая, ленинградская. Вы чувствуете это? Вот если кто-то сейчас смотрит, не для слабонервных. Люда, главное событие... Говорю быстро. Главное событие, вот на фоне всего о том, что мы говорили, это сегодняшняя встреча теледома. Я увидела родные лица. Мы с людьми 10 лет не виделись почти что. И впечатление, что, может быть, вдруг что-то сдвинется. Вот сегодняшний день для меня самый приятный. Анастасия Курехина, художественный руководитель Центра современного искусства Сергея Курехина. Семен Спивак, художественный руководитель Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке. Рудольд Тавлович Фурманов, художественный руководитель. Театр русской антреприза имени Андрея Миронова. Я люблю приезжать в этот город с каждым годом сильнее и сильнее. Город, воздух в котором распорот, рожание всех знаменитых коней. Медный всадник по-прежнему скачет и ленгенты слагает о нем. В этом городе Лебедев плачет, в БДТ притворяясь конем. Вот, поэтому радостные дни, но у меня, например, таких радостных дней в области театральных событий в Санкт-Петербурге нет. Вот, у меня большие надежды на то, что это будет. У меня каждый день события. Репетиция, работа, это события. Наша жизнь состоит из работы. Из работы, да. Работа – это правильное замечание. Я пришел в театр, у меня никогда не перемонтировщики, и вдруг какой-то монтировщик или артист запил. Это события, это жизнь. Поэтому нет событий, идет жизнь. Хорошо, плохо – мы должны к этому разобраться. Все хорошо, что плохо. Событий нет, у меня нет событий. Мы уже поняли. Семен Яковлевич, что по вашей части? Ну, как бы, так как мы работаем с утра до вечера, поэтому события – это те, которые как бы в душе у нас на работе. Мне посчастливилось работать над замечательной пьесой в этом году. Американского драматурга, лауреата Пулицерской премии Уалдера называется «Наш городок». Это у меня осталось как победа над собой, потому что там идет речь о том, что смерти нет. Мне очень нравится эта идея. У нас центр современного искусства. И у нас выставки, фестивали. То есть на фестивалях, конечно, это аншлаги, но здание старое, там, вот так работать – это все как бы сейчас находится еще в такой стадии формирования. Поэтому мы героическими усилиями проводим фестивали. Каждый раз это какое-то такое стихийное бедствие. Мы мобилизуем все, все сети инженерные, все. У нас всегда на дежурстве всякие машины водоканальные. То есть, ну, сложно уже, конечно. Вы сейчас зрителя напугаете? Нет, а у нас все привыкшие уже, молодежь в основном. Я хочу добавить, все, что делает Крекина, замечательно. Давайте что-нибудь пожелаем городу, зрителям, петербуржцам. А мы сегодня начали наш эфир с того, что нет, наверное, в России, в Бывшем Союзе города, в котором бы огромное количество людей не считало Ленинград, Петербург своей. Как сказал Семен Яковлевич, спокойной творческой жизни, без суеты. Я не только творческую имел. А вообще. Да. Да и теплого летом. Это правда, да. Я сейчас серьезно говорю, не спорю с тобой вообще. Это меня больше всего волнует. Ну, и, конечно, ну... Но для того, чтобы была спокойная жизнь, самому надо быть беспокойным. Я какой... Нет, не тебе, а вообще. Не тебе, говорю, всем. Ерундаш, давай. Я думаю, что вот глядя на Петербург, мне не хватает, чтобы больше занимались очень много домов запущенных. Вот меня это, когда я гуляю, ну, как-то так теребит и беспокоит. Если бы больше любви было к зданиям, больше внимания к зданиям. Вот в Париж приезжаешь, там следят за этим. Я не считаю, что Петербург хуже Парижа. Мне кажется... Мы тоже так вопрос не ставим. Я, конечно, сейчас правильно сказал. И если услышит эфир Сокуров, он просто руку возьмет за это. Сокуров борется за это. Я хочу вам сказать. Это хорошо, что вы сказали. Но каждый дом, каждый, имеет своего хозяина, правда? Жилой дом, это жил сервис, жил контора, фирмы имеется. Хозяева этих домов должны отвечать, смотреть, чтобы не было наклеивание, чтобы не было сбит угол, покрасить. Хозяин должен отвечать. А власть должна спрашивать и создавать условия для выполнения. Ваше пожелание понятное, Настя? Давнишнее желание, еще там 20-летней давности, чтобы был музей современного искусства в городе, тоже вот оно, как бы это все теплится. Потому что в свое время был марафон в Миринском театре. Нам присылали все художники, дарили картины в будущий музей Ленинградский, еще современного искусства. Так этого музея и не произошло. А в общем-то, когда-то это уже, конечно, нужно об этом думать и делать. Будем считать, что наши пожелания, они ко всем, они город. Ставим их на общественный контроль, что называется. Спасибо. У нас на прямой телефонной связи из Москвы Людмила Борисовна Нарусова, руководитель фонда Анатолия Собчака, известный политик и общественный деятель. Людмила Борисовна, здравствуйте. Слышите ли вы петербургскую студию? Добрый вечер. С праздником. С праздником, Людмила Борисовна. В первую очередь, хотелось бы услышать ваши пожелания и поздравления нашим зрителям в Петербурге, нашим зрителям в Москве, нашим зрителям в России. Потому что мы уже говорили о том, что нет, наверное, ни одного города, в котором бы не считали Петербург и Ленинград в чем-то своим, в чем-то близким. Ваши поздравления и пожелания. Хочу с большой радостью поздравить прежде всего петербуржцев, ленинградцев, кто таковым себя еще хочет считать, и всех жителей нашей страны с днем рождения города, который без преувеличения сыграл, наверное, самую значительную роль в истории нашей страны. Людмила Борисовна, говорят, что Анатолий Александрович считал возвращение нашему городу его исторического имени едва ли не главным своим успехом, не главной своей заслугой, если так можно сказать. Это правда? В общем, да, потому что даже не то, что он спас город от двух путчей 1991 и 1993 года, когда улицы города не обогрелись кровью, в отличие от Москвы, даже несмотря на то, что он спас город от второй блокады, которая неминуемо могла бы быть в 1991-1992 году, то, что на географической карте мира теперь уже, надеясь, навсегда засияло это величественное имя Санкт-Петербург, город Святого Петра, это он действительно сказал, независимо от того, как сложится моя политическая судьба дальше, вот я это сделал, и это главное. Митьки. Вот, знаете, у нас версткие редакторы мне пишут должности и звания каждого нашего гостя, здесь я просил ничего не писать, Митьки. Представлю гостей Дмитрий Шагин, Андрей Кузнецов и Андрей Филиппов. Митьки, это бренд петербургский или ленинградский? Ну, вообще, бренд, сразу скажу, слово не Митьковское. Вот оно мне не очень нравится, но нас так обозвали в свое время. Это больше, чем явление. Это, я считаю, как бы, вообще это примерное подражание во всем мире. Сегодня, вот мне сегодняшний день еще запрыгнулся тем, что сегодня 110-е годовщина Цусимы. Я с моряками, это такая знаменательная дата, пел песню «Варяг». Я считаю, это вот так надо отмечать день рождения города. Потому что, конечно, город морской, вот, можно сказать, столица морская. На кораблях ходил, бывало в плаваньях, в любых морях бродил и штормовал. В любом порту, в любой заморской гавани повсюду я по дому тосковал. Повсюду я по дому тосковал. Меськи явление и ленинградское, и петербургское. Потому что Ленинград – это просто кусочек Петербурга, когда вот город так назывался. Но дело в том, что за этим периодом стоит большая история, и в том числе наше общее детство. На самом деле, город мы впитали еще в детстве. И все меськи этим пропитаны. И поэтому такая группа, в общем-то, художников и родилась, и существует. И существовала, и существует. Наверняка есть какие-то места, какие-то приметы, какие-то городские артефакты, которых реально не хватает. Да, конечно, не очень-то хорошо. Меськи особенно, конечно, любят непарадный Петербург. Непарадный Петербург, дворики, проходные дворы, котельные, железнодорожные станции, которые тоже выносятся за границу города, всякие вокзалы, сортировочные станции. Это все очень трепетно, очень душевно, и там происходит жизнь. Конечно, блокированно. Они как всегда нарисовали. Рисуют это все. Все время рисуют. Я имею в виду вся наша наследие творческое. В блокированном городе там жизни не будет. Конечно. Но дело в том, что Петербург и Ленинград очень сильный город. Он не поддастся, не волнуйтесь. Он будет жить своей жизнью, и она прорвется и прорастет, как росточек из-под асфальта. Я как раз не волнуюсь, я верю. Нет, волнуйтесь, нет, волнуйтесь, но не волнуйтесь. Андрей, что скажете? Так вот, в общем-то, я согласен тоже, что вот не хватает вот этих подворотен, дворов, окна улицы, подворотни. Да, дворицы перекрыли. Сейчас перекрыли. Потому что мы искали, в юности особенно, когда мы искали виды, не просто такой вид на Петербург, чтобы порисовать с холстами, с этюдниками. Мы искали подворотни, в которые можно забраться где-то, парадные, где можно забраться на крышу, и оттуда с крыши на фонтанку рисовать. И у нас было много даже работ таких, помнишь, да? В которых было представлено. И тогда это было спокойно. Ты забрался, зашел на чердак. Ну, даже что не рисунка. Сейчас подворотни с домофонами. Да, сейчас все с домофонами, туда же не подняться. Зато там перестало плохо пахнуть. Ну, есть, правда, люди. У меня есть и плюсы, и минусы. У меня сын Борис, например, у него какие-то специальные ключи есть. Он так, чик, и в любой подворотник, и на крышу, да. И он так любит. Он как по стопам отца, видимо, пошел. Поздравления от Митьков, петербуржцам, ленинградцам и тем, кто причисляет себя к таковым везде, где смотрят наш канал в эту минуту. Три, четыре. Поздравляем! Ура! 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 Гостей у нас сегодня чуть больше, чем обычно. Сначала представим людей. Владимир Николаевич Ордин, режиссер, актер, кукольник. Как карабас-барабас, практически основатель, изготовитель и владеец театра Кук-интершоу, театра марионеток. Екатерина Матюшкина, детский писатель и художник, автор известной серии «Кот да Винчи», «Кот» с буквой «Т». Андрей Князьков, актер, режиссер, актер Большого театра «Кукол», автор и создатель театра «Хендмейд», он же «Хоха» в программе «Большой фестиваль». Нет, опять-таки я был «Тато». Давайте вначале поздравим наших зрителей, поздравим наш город с 312-м днём рождения. А давайте. Давайте хором. С днём рождения! И всё. Потому что сегодня столько уже поздравляли, наверное, столько уже говорили, что мы уже, наверное, просто скажем, что поздравляем, и всё. Днём и город, да. Можно добавить уже к этому. У вас разных животных и птиц, по-моему, больше, чем людей среди кукол, нет? Нет, я переделал очень много людей, и даже у меня целая программа была, как хорошо на свете жить, где исключительно одни персонары человеческие. Но в последнее время я отказался от людей, ну так, в кавычках. Я перешёл на птиц. Не на животных, может, после птиц перейду, но сейчас перешёл на птиц. Знаете почему? Я общался с людьми и, в частности, спрашивал, вот, там, сравнивал два персонажа человека и, допустим, птицу или животное. И многие люди говорили, вы знаете, когда смотришь на животное, ассоциаций, собственно, никаких не возникает с человеком, ни к чему не придираешься. И какая-то возникает такое вот чувство какой-то особой радости за то, что ты знакомишься с ними вот как с куклами. А когда смотришь на человека, это исключительно должна быть либо пародия, либо какая-то узнаваемость. А птицы, они уже узнаваемые по природе, потому что, ну, сколько мы знаем птиц, да? У детей спрашиваешь, если нет под руками ничего, куклы ничего нет, можно из рук какое-нибудь животное или что-нибудь сделать? Можно, можно. Хорошо, кто выйдет вот сюда на сцену и покажет? Вышла маленькая девочка. Я говорю, не говори, что будешь показывать, мы догадаемся. Вот так показала. Всем залом говорили, что это? Птица, говорит, нет, не птица. Бабочка, нет, не бабочка. Летучая мышь, тоже не летучая мышь. Оказалось, это ангел. Вот так дети говорят. А другой парень вышел, о, говорит, герб России. И папа тут же с места такой, хотите животное? Сейчас, пожалуйста, вот, говорит, теща. И вот, сейчас давайте проверим. Сейчас, смотрите. Вот это вот из последних, я теперь тебе собираю. На последнем концерте, значит. Вот вышел ребенок, показал вот так. Что вы думаете, что это такое? Тюлин. Нет. Я теряюсь в догадках. Да, вот так, кстати. Я всегда говорю на концерте. Даю подсказку. Ни разу еще никто не дал правильный ответ. Это хороший знак, наверное. Нет. Это лапа герба России. Нет, ну, очень интересные ответы бывают. Нет. Так вот, ребенок сказал, что это моль. А другой вышел, говорит, вот, говорит, инфекция номер 18. У них голова-то работает. Не знаю, как читает, но работает в нужном направлении. Петербургские дети, в отличие от ленинградских, книжки-то читают? Они очень хорошо читают. И много новых книг. И такое вот благодатное время появилось, что появилось много авторов. Дети читают, ну, я бы сказала, что вот 10 лет назад они читали меньше, чем сейчас. Прям бум какое-то чтение. Ну, опять же, приходит очень много писем от читающих детей. И, разговаривая с авторами, знакомыми, писателями, ну, вот, говорят, что еще как. А чего пожелать можно? Городу и горожанам. Давайте вот, не уходя, не уходя пытливой мыслью в далекое будущее, а вот на ближайший, на ближайший отчетный год города, на ближайшие 365 дней. Ну, пусть это будет самый хороший, самый веселый год. Владимир Николаевич, что скажете? Ну, я бы пожелал зрителю почаще ходить в Театр Кукол. И, в частности, на мои программы. Андрей? Ну, самое сложное, что-нибудь желать. Даже между понятием пожелать и понятием дать слишком большая пропасть. Вот меня все время это угнетало. Но все равно, пусть будет. Сгладить боитесь? Ну, вот пусть будет. И все. А должно быть все. Санкт-Петербург, Ленинград. Это, конечно, Зимний дворец, Эрмитаж, Адмиралтейство, Аврора, Летний сад. А Летний сад – это Татьяна Буланова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Заслуженная артистка Российской Федерации, вауреат, национальные премии, овации и так далее, и так далее, и так далее. Это все такие игрушки, на самом деле. Наверное, самое все-таки важное – это вот заслуженная артистка. И когда говорят, что действительно настоящая петербурженка, лицо города, когда со мной ассоциируют город родной, для меня это, наверное, высшая награда. Это, я говорю, не лукавлю, это на самом деле так и есть. И еще один титул, о котором вы сегодня уместно вспомните – жена Владислава Радимова. Ну, это, знаете, титул, как бы, да. Просто сегодня мы с каждым из наших гостей говорим о главных, на его взгляд, событиях за минувший год города, за минувшие 365 дней. Вот, как Геннадий Сергеевич Орлов, наш первый гость, задал, сказав о двух событиях, вот традицию поддерживаем. Два события – это победа СКА и очередное чемпионство «Зенита». Да, согласна. Еще я могу назвать, если продолжать спортивную тему, это 90 лет «Зениту», клуба «Зенит». Это то, что в городе опять появился баскетбольный клуб, который одноименный также «Зенит». Да, и, в общем-то, я считаю, что он достаточно, такие успехи, в общем, наверное, все-таки каких-то успехов достиг, потому что только-только появившись он, ну, там не прошел куда-то в какие-то четверть финала или что-то, но, тем не менее, он, в общем-то, не срезался за нас в самом начале, хотя только-только команда образовала. Татьяна, а вы в футболе насколько разбираетесь, вот, в российском, международном, считаете, что не женское дело? Ну, это на самом деле очень много женщин, которые любят футбол, действительно, смотрят и с удовольствием участвуют, и знают всех футболистов и в лицо, причем я не утрирую, говоря, всех, и знают, ну, правила я знаю, а там, если говорить о личности футболистов, конечно, я уже всех там далеко не помню, кого-то, может быть, там, из прошлых. «Зенитов» те, кто знаете? Вот, вот, как бы, сейчас, которые играют, нет, не всех, легионеров практически, ну, там, может быть, Халка только, Дани, ну, и русских тоже молодых, наверное, не очень знаю, конечно, я знаю Сашу Киржакова, Андрея Шаевна, там, Слава Малафеевна, ну, все тех, с которых я уже 10 лет уже знакома речу. – А на ваш взгляд, чего ленинградского не хватает в Петербурге? – Ленинградского в Петербурге? А вы знаете, а мне нравится, вот, что сейчас Петербург, и мне кажется, вот, если чего-то не хватает, то, в общем, и не нужно этого. Ну, вот, меня все устраивает, и как-то, вот, не знаю, у меня все-таки Ленинград ассоциируется с каким-то, вот, коммунистическим прошлым, которым, вот, мое детство, хотя, нет, оно замечательно было, было счастливое, все, но вот это ощущение какой-то неправды, я вообще, в принципе, люблю, когда люди врут, и вот, как-то что-то, вот, как-то, вот, лукавят, или, как-то, просто, какие-то, там, отписки, отмашки просто, или просто болтология какая-то. Ну, мне не нравилось мне это, я это чувствовала, в общем, в детстве. – А чего же так скучают по тем временам сейчас? – Я думаю, знаете, скучают? Скучают по молодости, ностальгируют по молодости, потому что, кажется, что всегда, если понятно, что в молодости, в юности всегда было лучше, потому что были надежды. И это скучают не по тем временам, а скучают по тому времени, который люди проживали вот в себе. – Когда небо было голубее. – Конечно, и казалось… – Клубаса была вкуснее. – Да, ничего на самом деле подобного, все было так же абсолютно, и свои были плюсы, и свои были минусы, это все дело в нас самих. Я здесь прожила всю свою жизнь, и у меня, вот я смотрю на эту красоту, меня дух захватывает, я не перестаю удивляться вообще, как вообще, ну, и не перестаю привыкать к этому, вернее, не привыкаю к этому никогда, не перестаю восхищаться, ну, это же, ну, просто волшебок какой-то. При этом я поездила по миру, я видела в Москву, это, считай, мой второй дом, я там тоже приезжаю туда уже просто к себе домой, но такого, как в Петербурге, такого, ну, нет нигде, это что-то особенное. В усновшем городе, где сны сбываются, где в летнем сумраке следы теряются, туман пронзая до утра, и корабли, и катера плывут в краю ночной. Там, потерявшись, мы с тобой бродили над него всю ночь вдвоем. С днем рождения Санкт-Петербурга. Я поздравляю гостей нашей студии, гостей нашего телемарафона, Андрей Ургант, Наталья Фессон, Иван Краско. Именно сегодня я стал лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга. Мы вас поздравляем. Поздравляем. Мы слышим аплодисменты наших зрителей, в первую очередь питерских зрителей. Мне приятно это подчеркнуть. Что там лукавить-то? Действительно приятно. Господи, замечательно. Ты работаешь, ты делаешь, а оказывается, ты внес какой-то выдающийся вклад в культуру. Ну, ладно. Я, например, хотел бы у Финляндского вокзала видеть памятник себе. Было бы круто. А что? Пока знают. Даже не знаю, что вам на это ответить. Критерий не понять. В советское время было просто. Дважды герой из столического труда все бронзовое бьются на родине. Да, правильно. А вот у меня мама, например, дважды кавалер ордена заслуги перед Отечеством. Она получила бесплатный участок через 9 лет после того, как она получила второй орден заслуги перед Отечеством. Не сразу, а через 9. Но, тем не менее, все-таки ее отметили. Но, Андрюша, здесь есть, знаешь, циркуляры, которые точно градуируют через сколько лет. Ну, подкуда ты такие слова-то знаешь? Градуируют, циркуляры. Как в этом воспаленном воображении. Вот памятник Ивана Ивановичу Краскова надо поставить. Да он сам памятник себе ходячий. Что надо говорить? Ему 1832 года. У него детей жуткое количество. Он молодой, красивый, хохочет все время. Что, говорит, сигаретку пойдем покурим у них все время. Вот Ленинград. Конечно, вот он и есть ходячий. Пожалуйста. А как он читает антисоветские стихи Пушкина? Я недавно прочитал «Клеветникам России». Ну, не в одной аудитории я читал. И обнаруживается, что это написано в наши дни. И это так актуально сейчас в связи с обстановкой на Украине. Поразительно. Пушкина. Ну, да. Поразительно. Конечно. Но не в этом дело, братцы. Мы же собрались сегодня. Мы говорим о нашем городе. Да. И у меня есть стихи про наш город. А я очень рад. Ях, да. Звучат они так. Значит, посвящено нашему городу любимому. Ненавижу эту жижу. Все. Это представительный самый ум. Во-первых, да. Во-первых, это правильно. Во-вторых, это, конечно, имеет двойной смысл. Под словом «ненавижу» это, конечно, я люблю. И без этой жижи, дорогой, родной, никуда деваться. Ну, некуда деваться. Можно было бы уехать в другую страну, в другой город. Но нет. А мне кажется, это очень важная деталь этого города, этой жижи. Потому что это болото. Конечно. Это клещение, которое прорастает в сознании. Я вспомнил одну историю. Я был некоторое время в Австрии, в Вене. И у меня был переводчик, помощник. Курт, студент-русист. И когда я однажды при нем сказал, что я хожу и наслаждаюсь этим музеем под открытым небом, Вену имею, он мне сказал, Иван, тебе не стыдно? Ты же из Петербурга. Я говорю, ну и что? Иван, ты никогда от медного всадника не проводил взглядом вот и панорама. Это самое красивое место в мире. И я вернулся из Австрии, первым делом побежал к Петру Алексеевичу. Привыкли. И вам, мы привыкли. И вам советую. И всем, кто приезжает в Питер, и всем петербуржцам советую просто подойти к медному всаднику и посмотреть, вот вся университетская набережная, Дворцовый мост и Петропавловка. Кстати, Ванька маленький, мой сын, когда был, он называл Тропапаловка. Ну да, у меня есть тоже любимая экскурсия. Обычно я вожу иностранцев. Такая. Я утром договариваюсь и привожу их в музей в Кресты. У нас есть такой потрясающий музей. Есть, есть, есть. Туда можно попасть только в определенные дни, сдав свои документы, но это отдельное развлечение. Это, наверное, для любителей экзотики. Это что-то очень специальное. Ну, вы знаете, на самом деле, я, например, первый раз туда придя, была поражена. Я не знала очень многого. Я, например, не знала, что, ну, что, собственно говоря, кто установил там унитазы в 60-каком-то году благодаря Ленинской премии. Вот там сидел Туполев и, ой, извините, я забыла фамилию актера потрясающего нашего питерского, который тоже сидел и играл потом разведчиков. Георгий Степанов и Джонов. Джонов. Так вот, Джонов и Туполев установили там унитазы, оказывается, на свои ленинские премии. И ты много узнаешь о стране, и вдруг как-то начинаешь по-новому какие-то вещи понимать. А Георгий Степанович сидел в крестах? Да. Он же был по дороге в Норильск? По дороге в лагерь, да, да, да. Он нормально, он лет 17 посидел в лагере. Но был он там, и поэтому он там установил, благодаря нему там с тех пор стоят эти предметы. И что поражает в этой истории, например? И что радует? Нет, так я договорю, подожди, может, я не могу договорить. С утра я веду в протесты, а потом мы едем, типа, вот, ну, куда-нибудь в, например, янтарную комнату. Ты нашла все-таки янтарную комнату? Весь мир ищет уже 50 лет. То, что, как ее сделали, понимаешь? Какой 50-70? В общем, в какой-нибудь прекрасный дворец, в пригородный, вот этот чудесный, в Петергоф или в Пушкин. И вот на этом контрасте, да, обычно в бальной зале, именно в Петергофе, например, у людей случается истерика. Наши городские власти все-таки как-то меняются. И тому мы, в том числе, ваши младшие братья, я имею в виду, на театральном, в таком, Олимпе. Наши сестричка, скорее. Ну, да, я... Да ей все равно. Она же артистка, а мы артисты, мы существа бесполые, без цвета, без запаха, без пола. Нет, нет, на этом что-то прозвучало даже от Митьков. Сестричка, это обычно Митя Шагина говорит. Митьки, а он был, был сегодня в эфире. Да, я думаю, надеюсь. Так вот, на самом деле, все-таки наше городское руководство, во-первых, меня порадовало в двух смыслах за эти 365 дней. Во-первых, оно продолжает поддерживать неформалов. Надо заметить, что это так, несмотря на тяжелые времена у страны и сокращение всяких дотаций. И второе, оно поддерживает социальные проекты. И хочу сказать, что благодаря их поддержке мы, например, реализовали такой проект, который придумал Вадик. И в этом году он был в его памяти, потому что Вадим Фессон ушел из жизни в декабре. И мы играли спектакль для тех, кто обычно не приходит в театр по тем или другим. Ну, театр – доступная среда. Да. Ну, в общем, что-то в городе у нас меняется, и какие-то шаги к гражданскому обществу происходят, что приятно. И не только в центре, а реально вот, ну, как бы на каких-то и окраинах. Наше искусство иносказательное, поэтому оно и возрождается, когда нельзя говорить прямо. Когда разговариваешь эзоповым языком, полуполамеком. То есть мы можем понять, что мы на пороге великих открытий. Я не вижу пока, что сильно гайки закручивают. Но пока я не чувствую это на себе. Но надо сказать, братцы, я этого не чувствовал и в Советском Союзе. Как-то нашу семью обошли. Мы про это вообще, ведь пикнуть не могли. А нынче про это говорят. Открыто. И поэтому это подлежит обсуждению. Ну, это положительно. Кайки ведь можно и подвинтить, и развинтить маленечко. Вопрос языка, на котором мы разговариваем. Языком искусства. Например, мы недовольны какими-то действиями властей. Скажем, мы втроем берем плакаты, пишем «Долой! Долой!» Правильно? Ну, может быть, и правильно с точки зрения субъективной. Искусство это? Нет. Не искусство. Боялись смеха, боялись стать смешными. Никогда не боялись узурпаторы и злодеи. Никогда не боялись рогатин, оружия, восстания. Этого они не боялись. Они это давили все сразу. А вот когда над ними смеются, они боялись. Они боялись. Поэтому у нас в руках страшное оружие. Клоуну все позволено. Мы кто? Мы шуты. Пожалуйста. Наталья смотрит так грустно, задумчиво. А потому что она яркий представитель этого жанра. Этого потрясающего, уникального жанра. Клоуну все можно. С сегодняшнего дня под Невой можно проехать даже на, это не эскалатор, а на траволаторе. Потому что сегодня... Открыли? Да, сегодня открыли второй выход со станции метро Спортун. Ну, это такое траволатор. Траволатор? Траволатор – это такая движущаяся лента. Это примерно как в любом приличном аэропорту. Понятно. Все, я... С недавних пор относятся и Шереметьево. Вот можно покататься. Вот теперь так можем кататься под Невой. Могу нам на что-то знаний. Мы поздравляем всех жителей Васильевского острова, которые иногда бывают заперты в этом прекрасном участке города. И теперь у них есть шанс. Да, они же выходили с твоим сыном из положения. Мы просто переплывали Невой и все. Мосты разведены как-то. Ну, а мы-то как-то не наши. Что такое разведены? Поплыли, поплыли, значит поплыли. Канал «Теледом» работает в прямом эфире. Спасибо, что вы с нами. Говорю я вам, дорогие друзья, нашим зрителям, более чем 200 городов России и Белоруссии. От Сахалина, где, конечно, уже глубокая ночь, до Калининграда. Представляю гостей нашей студии. Инна Бедных, Сергей Рогожин. Чего ленинградского в Петербурге не хватает? А мне хватает. Нет, серьезно. Мне абсолютно хватает. Шпиль стоит в Петропавловке. Исааки стоит. Невский есть. И все замечательно. Деревья также подстрижены. Мне всего хватает. Я не против перемен. Я вот сейчас подумал, что Ленинград, да, как мы его помним именно по названию Ленинград, он был славен вот для меня. Я же все-таки из тех, кто понаехали, да, несмотря на то, что... Я тоже, Серега, признаюсь. Несмотря на то, что в Питере я уже больше 30 лет и считаю себя петербуржцем, конечно. Мы выжили ценз, нужно 25 лет прожить в Петербурге, чтобы стать петербуржцем. Мы пережили все, да. И когда я только приехал, первое, что меня поразило тогда, это большое количество дам пожилого возраста, которые курили Беломор. Это была такая фишка Петербурга. Это правда. Да, фишка Петербурга. Уже нигде такого больше... Фишка Ленинграда. Да, Ленинграда, именно Ленинграда. Вот Беломор, это, наверное, не петербургская фишка. Да, Ленинград, Ленинград, да. Старушка, пьющая кофе ручками. Мы уже сейчас привыкли просто говорить Петербург, да. Это была фишка Ленинграда, когда я приехал. Среди, где встречал таких? Даже на улице. И потом я очень... Я же студент сначала театрального, потом института культуры. И это как-то было, вот знаешь, в костюмерных. Очень интеллигентные дамы были, которые рассуждали, разговаривали об антиквариате. Вот я знал одну даму, которая... Она говорит, ну, мне когда не хватает, я что-нибудь про бабушкина продаю. Там, значит, серьги или... Это было очень интересно. И второе, это то, что, поскольку у меня папа москвич, и я довольно много времени в детстве проводил в Москве, вот эта вот извечная тема Ленинград-Москва, да. То есть меня поражало, что в Ленинграде тогда действительно было очень такое вот мягко-толерантное отношение к приезжим. То есть вот когда что-то спрашивал, люди могли все остановиться, не спешить никуда, очень подробно тебе рассказать, как пройти и так далее. В Москве, когда такие случаи со мной происходили, там люди просто говорят, что я не знаю, я здесь тоже не живу, да. Или никто не хотел бросать дела, или на ходу что-то бросали. Во мне не было никогда комплекса второй столицы, правда. Я вот это противостояние Ленинград-Москва, оно мне не нравилось. Сергей, а если о личном, когда ты почувствовал, что Ленинград тебя принял, что он твоим вот становится? Ой, я думаю, что когда... Кто в этом помог, что в этом помогло? Что в этом помогло, в этом помогло мое взросление. Ты же не забывай, что я тогда был просто юным, и я приехал, и я такой домашний ребенок, я жил с мамой, с папой, а тут я приехал, и я жил в общежитии творческого вуза на минуточку, понимаешь? С чем ребенок столкнулся. Я не смогла, я сразу выехала с Починина. Это во-первых. Во-вторых, я южное растение, я родился в Молдавии, потом детство и юность прошла на Украине, и у нас всегда было тепло и даже очень жарко, я бы сказал так. И когда я приехал сюда, а я же вокалист, мое первое впечатление, я вышел на московском вокзале... Разбухают связки. Да, я вышел на московском вокзале, и я вот этот вот московский поезд, который приходит рано утром, 6 утра, что-то такое, да, и я только... Это лето было, я вдохнул воздух, а такой туман стоял густой. Представляешь, то есть в Москве жара-лето, я приезжаю из Москвы, переезжаю в Ленинград тогда, я только вдохнул воздух и подумал, боже, как я здесь буду петь. Ну вот, пою. Сейчас по прямой связи мы соединяемся аж с двумя городами сразу. С одним реальным, с другим виртуальным. На связи Москва и городок. Юрий Николаевич, вы слышите нас? Да, замечательно слышал, но я на съемках, поэтому тут журноват. Прежде всего, с днем рождения Санкт-Петербурга, с 312 днем рождения. Спасибо, спасибо большое. И вас так, да. Вам, как московскому петербуржцу, комфортно в столице? Он выезжал. Или ностальгия есть? Господи, ну, что значит ностальгия? Я все-таки живу на два города, правда, больше в Москве, поэтому у ностальгии нет почвы для того, чтобы развиться в клинической картине этой истории болезни. Я не даю ей развиться. А никакого антагонизма во мне нет. Мне в Москве очень легко, очень конкурсно, по одной простой причине. Для артиста, артиста должна быть работа. Работы у меня здесь, в Петербурге, работы абсолютно для меня нет, к сожалению. Чего ленинградского не хватает в сегодняшнем Петербурге? Вот что хотелось бы оттуда перенести? Вы знаете, я бы ответил грустно. Мне бы хотелось, чтобы были живы те все люди, которые для меня олицетворяли этот город. Нам бы тоже хотелось. Вот чего мне не хватает в сегодняшнем Петербурге. Невозвратные эти потери, абсолютно невосполнимые, этих штучных, уникальных, феноменальных людей, которых мне посчастливилось знать. Вот их место не занял никто, и его невозможно было занять. Людей, людей, людей. А что? Эта декорация, она неизменна вот уже несколько столетий. Поэтому чего мне еще из Ленинграда может не хватать? Чего? Обкома партии, комсомольских работников, которые успешно реализовали себя в бизнесе. Кого мне? Они остались все. Кого мне может не хватать? Мне не хватает тех замечательных людей, которые всегда лицетворяли все то лучшее, что было в этом городе. Мне не хватает Олега Борисова. Мне не хватает Луспекаева. Мне не хватает Товсоногова. Мне не хватает Юрского, который, к счастью, жив и работает в Москве, но не в Петербурге. Не хватает Лаврова, не хватает Лебедева, не хватает Стражельчика. Вот кого мне не хватает в этом городе. Юрий Николаевич, ваши пожелания городу, горожанам, нашим зрителям по всей России, для многих из которых Ленинград, Петербург, город далеко не чужой. Я хочу пожелать этому городу того же, чего я бы пожелал стране. Отсутствие фобии, покоя, уверенности, улыбки. Чтобы как-то спокойно жил. Улыбка. Это вот такой, знаете, чтобы это стало таким брендом, национальным. Национальная идея. Улыбка. Улыбнуться. Так, чтобы было право, возможность и уверенность в том, что есть хочется и можно улыбаться. Юрий Стоянов, основатель телевизионного городка. Один из самых знаменитых московских нынешних петербуржцев, я не имею в виду, конечно, политика, был на прямой связи со студией канала «Теледом». Раньше был образ «Красная стрела». Множество московских артистов с ней работало, снималось, играло в Петербурге, множество ленинградцев в Москве. И «Красная стрела», где на ночь выключаешься из ритма жизни. Кстати, еще очень долгое-долгое время. Сапсана – это другое. Когда я ездил в Москву, вот «Красной стрелой», как правило, не было такого, чтобы я был единственный артист в поезде. Как правило, еще в разных вагонах были еще несколько. Либо это актер кино, либо это актер театра, либо это какая-то группа питерская или московская. То есть всегда вот как-то вот очень-очень такое было движение, навстречу друг другу. В Сапсане другая публика. Пусть у нас рояли не в кустах. Началось? Да. Хорошо. Ну, хорошо, ладно. Хорошо. Друзья мои, извините, что я к вам спиной. Сереженька, если хочешь, подпоешь. «Вечная любовь к этому городу». Зорька рассветет и в сумраке ночном Умрет в ее дно, а ждет потом, Ей все вернет блаженный летний зной Извечный летний зной. Вечная любовь, жить, чтобы любить До слепоты и до последних дней Один лишь ты, жить, любясь. Тебя, Сережа. Тебя, Сережа. Тебя всегда. Ура! Санкт-Петербург! По этому исполнению зритель поверит, что это прямой эфир. Не фанера. И что это полная импровизация. Абсолютно. Город исключительный, город единственный. Сейчас смотрю на панно, я безумно люблю Петербург, безумно люблю Петербург. У меня когда плохое настроение, я просто бросаю машину и хожу по улицам. Это вот эта вот застывшая музыка, архитектура. Она вытягивает, она реально вытягивает из любой депрессии. Это застывшая музыка. У музыки есть композитор. Музыка бывает разная. Ну как, не Росси, не Росси, не Росси, но близко. У кого-то Росси ассоциируется с музыкой Россини. У кого-то... Это, кстати, вот так и есть, кстати. Росси, Росси. А у кого-то иные ассоциации. Нет, у меня, наверное, ассоциируется скорее... Мне даже слов не хватает. Потому что я-то начинал в Питерском рок-клубе, в группе Аукцион. И тогда, как раз, когда я только учился первый и второй курсы Института культуры, тогда же кумирами были Борис Гребенщиков, Цой, Кинчев, Алиса. До этого была еще группа Тамбурин. Много разных групп было, которые слушали в общежитии. Там до дыры эти пленки затирали, друг к другу переписывали. И вот как раз улица Рубинштейна, Питерский рок-клуб, Моя юность, можно сказать, все эти неформальные объединения, зайти выпить чашечку кофе в Сайгон. Сайгон! Да, и в это самое. А Махаваев! Да, это было очень круто, на самом деле. Мы с Серегой приехали... Не люблю это слово завоевывать город. Я просто вернулась домой. У меня от другого вообще ощущения нет. Твой город знакомый до слез. Это мой воздух, абсолютно. Времени мало остается. У нас еще там пять минут, чтобы поздравить город и так далее. Мне бы не хотелось так. Дорогие мои, давайте поздравлять этот город каждый день. Каждый день. И себя с тем, что мы здесь живем. Потому что... Это судьба, это счастье. Не пять минут, понимаешь, у нас все-таки... Я действительно, я когда проезжаю на машине, я вижу вот эту перспективу, которая открывается на растральные колонны, на Петропавловку, на это самое. Это вот наша стрелка Васильевского и все. Вот когда едешь, видишь эту дельту Невы, и все, такое ощущение, что ты выходишь на сцену в каких-то божественных декорациях. Это очень красиво. Может быть, нам с рождения не хватало этой красоты. Люди, которые родились в Петербурге, но в Ленинграде, они открыли глаза... Не способны ее так оценить, как те, кто приехали. Да, потому что они открыли глаза, увидели эту красоту. Для них это нормально. А мы родились там где-то, и мы понимаем, боже, как это красиво. И мы благодарим судьбу за то, что мы можем открыть глаза и увидеть растральные колонны. Мы увидим Петропавловскую крепость, Исаакий безупречный, Казанский собор там. Ну, не знаю, для меня это вдохновение. Петербург – это вдохновение. Вот, нашла это слово. Главное пожелание прозвучало. Я благодарю... Прозвать каждый день. Да? Да. И поздравлять друг друга. Почаще бы... Оберегать этот город от грязи, от всякого негатива. Ну что ж, на этой замечательной мажорной ноте мы благодарим последних гостей сегодняшнего телемарафона Инну Бедных и Сергея Рогожина. У нас последние минуты праздника Петербурга. Пусть водой, но давайте, ребята, за наш любимый Санкт-Петербург, за наш самый красивый в мире город. Потому что, ребята, я была во многих странах, я скажу, что Петербург – это самый сильный культурный шок. А я бы хотел сказать, что все те остальные 200 городов, которые нас сейчас смотрят, до Сахалида, я так понял, да? Вот. Приезжайте к нам на Белые ночи. Ребята, здесь очень круто. 312-й день рождения заканчивается в Санкт-Петербурге. Спасибо, что отмечали его вместе с нами и нашими гостями. Канал «Теледом» прощается с вами в прямом эфире. Надеемся, что вы останетесь нашими зрителями. Будете смотреть нас по кабельным сетям в 200 городах России, от Сахалина до Калининграда, в Белоруссии. Смотреть наш сигнал со спутника, на айфонах, айпэдах, мобильных платформах, в системах смарт-ТВ на большом экране, естественно, в интернете. Я с вами на этом прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Еще раз с праздником. Санкт-Петербург, дорогие санкт-петербуржцы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!